На волне Ночное такси Ночное такси сегодня и всегда с Александром Крумином. Ночное такси Соответственно, начинаем с рубрики «Близкое ретро». Здесь то видео или аудио, которое создано более 10 лет назад. Затем рубрика «Интервью», которая у нас называется «Лицом к лицу». И в финале всегда альбомный блок. Мы снимаем для вас много альбомного видео. Каждый год в среднем не менее 15 больших полноформатных картин. Поэтому за свежей музыкой всегда заходите к нам. Начинаем. «Близкое ретро» в программе Александра Фрумина «Ночное такси». В рубрике «Близкое ретро» с огромным удовольствием показываю фрагмент концерта, который мы записывали на летней прощатке ресторанного комплекса «Лесной» в Санкт-Петербурге летом 2006 года, десятилетия назад. Это замечательный вахтанг кикабидзе. Это очень удачно получившийся его концерт. И я считаю, что это большая удача, что нам тогда удалось все это сделать. А также нам удалось записать интервью, фрагменты которого я, конечно, неоднократно показывал вам в программе «Ночное такси». И, конечно, буду показывать еще обязательно. Но сегодня показываю именно фрагмент самого концерта. Он невероятный человек вахтанг Константиночке кикабидзе. Он действительно абсолютно невероятен. И я по сей день, хоть прошло уже 10 лет, вспоминаю как большую удачу личное общение с ним. Это человек, который действительно предрасположен каждому, с кем он общается. Это великий актер, это великий певец. И что для меня было некоторым удивлением, но, правда, я об этом знал уже до начала съемки, что некоторые песни для себя он сочиняет сам. Конечно, не все, некоторые. Но это действительно, на мой взгляд, настоящий шансон. А там уж вам решать, грузинский или русский. Итак, это вахтанг Кикабидзе, образца 2006 года в «Близком ретро». Смотрим. 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 Субтитры подогнал «Симон» Я сам к лицу показываю фрагмент выступления и фрагмент интервью замечательного московского автора-исполнителя Аркадия Беловского. Аркадий нашел нас, кажется, что вчера, но на самом деле прошло уже более трех лет. Этот талантливый музыкант подготовил к изданию именно тогда, в 2013 году, свой самый первый альбом. И что для меня очень важно и приятно, сам нашел нашу студию и предложил его к изданию на компакт-диске. Я помню, каких трудов мне стоило уговорить Аркадия Беловского поработать в нашем фильме-концерте. Вот вы сейчас, наверное, уже не поверите мне, конечно, потому что вы посмотрите фрагмент, вы посмотрите, как хорошо сделана его сценическая программа. Здесь и не только музыканты, но и прекрасная танцевальная группа, продуманные номера. Вы ни за что не поверите моим словам, но на самом деле это действительно так. Поэтому прошу поверить. Действительно, Аркадий Беловский очень стеснялся. Он говорил мне о том, что он сочинил эти песни и записал их именно для друзей. Он очень хотел иметь профессиональный компакт-диск, чтобы у людей был доступ к этому материалу, но он никогда не думал, что это можно видеоверсифицировать и работать на сцене. Я очень рад, что Аркадий изменил свое мнение. Очень рад, что мы не только записывали его неоднократно в наших фильмах-концертах, но и, в общем, совсем недавно, в финале прошлого 2015 года, издали его полноценный альбом в формате DVD. И именно в формате DVD собраны все к тому моменту записанные за эти три года песни у нас. Поэтому сегодня я с большим удовольствием предлагаю фрагмент его выступления. Кстати, это выступление на юбилейном 20-м фестивале памяти Аркадия Северного в Большом концертном зале Октябрьский в Санкт-Петербурге. Именно этот фрагмент мы сейчас вам покажем. И, конечно же, его интервью, которое было дано специально для размещения в нашем диске DVD в качестве бонуса. Итак, Аркадий Беловский смотрит. Вы там, я здесь, все мысли веером, дождливый день стучит в окно. Я вас зову, вы мне не верите, я вас зову уже давно. Вы ждете писем неуверенных, красивых, бестолковых фраз. Я вам пишу, вы мне не верите, я столько думаю о вас. Начиналось, на самом деле, все очень давно, наверное, на протяжении всей моей жизни. Слушаю эти песни, наверное, еще в 6 лет слушал Высоцкого, сидел на лавочке. Раньше была такая традиция или модно было выставлять колонки в окно. И вот у меня соседи, значит, выставляли колонки. Слушал Высоцкого и Москва-Одесса, и такие песни «Скалолазка». Вот меня уже тогда это зацепило. Позже немножко значительно услышал исполнение «Братьев жемчужных», услышал Аркадия Северного. Ну, практически, да, вот эти песни, они как-то повлияли на меня. И, наверное, начал писать я какие-то такие свои стихи, еще корявые, естественно, такие песни. Это, наверное, лет 13, мне было, может, 14. Чуть позже, в 16 лет я учился в музыкальной школе по классу баяна. И в 16 лет записал альбом, даже у меня был записан именно с моими песнями. То есть не пел чужие, именно свои песни, которые я на тот момент смог написать в 16 лет. Что придумал с живым коллективом, с ансамблем, который у нас работал при Доме культуре. Ну, к сожалению, та запись была утрачена, не сохранилась. И позже, когда я уже переехал в Москву, жил в Москве, в Москве живу 26 лет уже, да, долго. И вот меня нашли мои друзья и как бы порекомендовали, сказали, подтолкнули меня к этому. Сказали, Аркадий, были песни у тебя хорошие, давай сделаем, запишем. Попытались, что-то получилось, не устроило качество опять звука. То есть продолжал пытаться сделать это более интересно, более, чтобы качественно звучало в хорошем исполнении. Ну, вот то, что выпустил на студии «Ночной такси», на вашей студии, вот это, наверное, результат такой первой работы. Кстати, вот песня у меня, которая еще на этом диске есть, «Распутница», она была написана еще в первом альбоме, то есть в 83-го года она, да. Ну, мог бы это все сделать раньше, конечно, но именно хотелось сделать это качественно, хорошо. То есть живые инструменты, хороший звук. Ну, вот попытались и, наверное, как и вы сказали, хорошие добрые слова, наверное, оценили это и поняли, и стараемся делать это по сей день хорошо и качественно. Сейчас пытаемся, продолжаю, долго, трудно, но продолжаю записывать второй альбом, писать. Ну, надеюсь, тоже он какое-то внимание привлечет, может, будет тоже интересен. А вот те песни, которые изданы в этом компакт-диске образца 2013 года, это на самом деле материал, кроме той песни, которую сейчас Саркать не назвал, свежей? То есть это все было создано вот недавно или это просто такая, ну, ретроспекция, что ли, относительно того, что ты делал, начиная с середины 80-х? Ну, есть песни, те, которые были написаны давно, и там буквально, вот, которые я песню исполнял в БКЗ «Ждешь, когда приеду», то есть она более как бы свежая, там, три года, может быть, назад четыре написано. Ну, это для меня относительно свежая. То есть остальные чуть позже, чуть раньше. Ну, в принципе, тот материал, который на том диске, он был довольно-таки давно написан. Это такие, ну, истории жизни, что-то меня коснулось жизни, какие-то мои впечатления были записаны. Поэтому сейчас еще какие-то песни написались, пишутся, дают мне толчок, подталкивают меня творчество, ваша поддержка тоже как бы. А песни, ну, как, наверное, какие-то, я говорю, что-то меня коснулось жизни, общение с другими людьми, общаясь, и это, наверное, тоже влияет, и бывает, что это все непредсказуемо происходит. То есть что тебя к этому подтолкнуло? Бывает какой-то вот случайный телефонный звонок, кто-то позвонил, а с человеком поговорил, и вдруг что-то родилось. Ну, вот так, наверное, как-то. Это трудно объяснить, как это, почему. Ну, какие-то истории, наверное, важна для меня тоже интересная тема, которая как-то дает людям какое-то размышление, дает какие-то чувства, вызывает, или посмеяться могут люди, или поплакать, погрустить. Что-то должно их зацепить, так сказать, в этой песне, что-то должно прозвучать. То есть что-то я должен донести. Ну, это не делается опять, что специально и сел, вот я и думаю, сейчас я возьму и напишу такую, чтобы там всех зацепило. То есть как-то приходит это само по себе. Бывает так, что и проснулся утром в 4 часа и написал все там несколько там строк, с черностишей, которые вчера не мог там ничего додумать. То есть по-разному происходит, сложно так сказать. Ну, я рад, все равно рад, что кому-то нравится это и слушают. Мне, конечно, это приятно. И я помню, когда вот пришел к вам, разговаривали, что и говорили, что Аркадий, нужна съемка, нужно видео. То есть как-то я не рассчитывал и не планировал. То есть на такую деятельность писал, записывал. Ну, вот сейчас результат. Вот он был на сцене. Душа свербит воспоминаниями Калейдоскоп влюбленных дней За бесконечными свиданиями Гримасы мятых простыней Луна взошла Погасли сумерки На звездном небе Тарапот Я жду желания Не умерли Бурлик страстей Водоборот Альбомный блок В программе Александра Фрумина Ночное такси В альбомном блоке Состоятельно показываю запись Андрея Мороза. Я очень дружу с этим музыкантом. Это очень милый, очень трогательный, очень добрый человек И поверьте, все эти эпитеты я произношу перед нашей видеокамерой совершенно не зря Я очень благодарен ему за дружбу с нашей студией Я очень благодарен ему за постоянство Я помню, хотя мы были знакомы изначально через друзей У нас было много общих знакомых в Москве, музыкантов, продюсеров Но мы не были знакомы очно Я помню, как мы начинали с ним переписку В общем-то, это было уже не вчера Мы с ним впервые пообщались в социальной сети Mail.ru в 2012 году Уже 4 года назад Я помню, как мы думали о сотрудничестве Я помню, как Андрей серьезно готовился к тому, чтобы начинать работать с нами Что для меня очень важно, так это то, что все его компакт-диски, подчеркиваю А вот сейчас в нашем производстве находится уже 4-й его альбом Они были изданы нами Для меня это очень важно, потому что Андрей достаточно известный музыкант Его знают не только музыканты, но и студийщики, звукорежиссеры Человек умудренный опытным, давно работающий в Москве И вот то, что он доверил нашей продюсерской компании, студию ночного такси Издание своих номерных альбомов Поверьте, для меня это является очень и очень важным Также я очень рад тому, что он регулярно принимает участие в наших съемках Я думаю, что через некоторое время Но, конечно, вряд ли в этом, скорее всего, в 2017 году Мы уже сможем агрегатировать все его записи На различных наших съемочных площадках И сможем представить вам, конечно, диск формата DVD Ну, а сегодня я показываю вам самую свежую запись Андрея Мороза Которая была сделана нами И сообщаю о том, что совсем скоро В самом начале осени Мы планируем это сделать в сентябре Мы представим вам его очередной новый компакт-диск Итак, Андрей Мороз, Москва, встречайте Ночка, ночка темная Сердце к сердцу тянется А душа моя всю-то ночку мается А душа моя всю-то ночку мается Ветер Ты лети быстрей К милой Звездною тропой Расскажи ты ей Потерял покой Расскажи ты ей Потерял покой Где же ты, любовь, что не идешь Вновь душа волнуется, болит Растопи свое, ты сердце лед Милая меня услышь Растопи свое, ты сердце лед Милая меня услышь Песня, песня тихая Песня, песня тихая Душу Песня, песня тихая Где же ты, любовь, что не идешь Вновь душа волнуется, болит Растопи в своем ты сердце лед Милая меня услышь Растопи в своем ты сердце лед Милая меня услышь Ночка, ночка темная Мхом ты пути растели Ты, любовь моя, поскорее приходи Ты, любовь моя, поскорее приходи Где же ты, любовь, что не идешь Вновь душа волнуется, болит Растопи в своем ты сердце лед Милая меня услышь Где же ты, любовь, что не идешь Вновь душа волнуется, болит Растопи в своем ты сердце лед Милая меня услышь Растопи в своем ты сердце лед Милая меня услышь Ну вот и все, дорогие друзья Это была программа «Ночной такси» на YouTube Я, Александр Фомин, как и всегда в финале программы Предлагаю вам не только смотреть нас, но и слушать «Ночной такси» задумывалась изначально Как программа FM-радиовещания Музыкально-информационная, естественно И в таком качестве вышла впервые в эфир На одной из FM-радиостанций в Санкт-Петербурге В феврале 1994 года Уже более 22 лет назад И, конечно же, мы продолжаем производство радиоверсии И поныне У нас есть возможность предложить вам радиоверсию Большую, 120-минутную Которая всегда в онлайне идет на нашей радиостанции «Шансон-24» Это портал шансонспб.ру Мы работаем для вас каждую субботу С 22 до 24 часов еженедельно Программа записывается по трансляции И затем дважды ретранслируется радиостанция «Русский Берлин» На частоте 97,2 мегерс FM Столицы Федеративной Республики Германии Первый эфир на Русском Берлине Происходит на следующей неделе Естественно, после эфира в России В четверг с 23 часов до 1 часа ночи Там время вещания, конечно же, центральноевропейское Затем программа повторяется еще один раз Уже в понедельник на следующей неделе И также с 23 до 1 часа ночи Звучит на радио «Русский Берлин» В финале всегда, дорогие друзья, благодарю вас за внимание И предлагаю вам не только смотреть «Ночное такси», но и слушать Спасибо, услышимся и увидимся на следующей неделе На волне ностальгических нот На волне позабытых мелодий Вместе с вами ночное такси Городских серенад и рапсодий Субтитры создавал DimaTorzok